Депутаты предложили выступить руководителю Сочи Водоканала. Сегодня, когда остров стал вопрос относительно деятельности предприятия, планы на будущее были озвучены. Но, проведя собственный мониторинг, и администрация города и депутатский корпус усомнились в том, что в дальнейшем будут вкладываться средства на обновление водоотводящих и водоподающих сетей. Данный сегодня арендатор не выполняет условия данного договора. Он не подписал инвестиционный договор до этого времени. И мы вынуждены идти, смотря в будущее, чтобы будущее было более понятным, прозрачным. И мы понимали, как оно будет меняться в сторону модернизации, улучшения, подачи воды в села, канализации, которую там никогда не видели. Это очень важный вопрос. Одно дело – подавать воду и собирать платежи, другое – развивать собственное производство. Если в период подготовки к Олимпийским играм удалось уйти от аварийности, то нет гарантий, что они не начнутся вновь, считают депутаты. Ведь все эти старые. За период реализации программы с 2006 по 2011 год собрано 183 миллиона рублей. Значит, освоено 35 миллионов рублей. С проведенными корректировками мониторинга инвестиционной программы, то есть на сегодняшний момент, собрано 553 миллиона рублей, 484 тысячи. А освоено 526 миллионов рублей, 455 тысяч рублей. Соответственно, 26 миллионов на сегодняшний момент – это неосвоенных средств. Народные избранники потребовали конкретики. Как мы пойдем в будущее? Где мы возьмем источники финансирования? Чем они подтвердят? Банковская гарантия? Конкретным банкам, которые готовы вложить? Письмо и заявление генерального директора, вы знаете, это не основание для того, что будет инвестироваться. Мы уже наслышались этих обещаний. Их очень много, достаточно, но нужны конкретные действия. Скорее всего, предприятие, арендовавшее у города сети, насосные станции, здания, изменит форму собственности. Может быть, будет создано муниципальное предприятие, а может, придет акционерное общество, которое предложит план развития городской системы водного хозяйства на 20 лет вперед. Окончательное решение станет известно 25 декабря на очередной сессии городского собрания Сочи. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Но...